здравствуйте уважаемые зрители и гости вы находитесь в любимой деревне очень рада что вы смотрите мой канал на дворе весна как раз самое время подобрать себе хорошую дойную козу сейчас постараемся разобраться сколько же может стоить такое животное и где его лучше приобрести выходим на улицу выходим сейчас еще откроем соску у нас небольшая матрешка пошла и всех выглядел всем надо проверить что там было особенно самый большой обжорки если нету поблизости фермерских хозяйств зачастую рядышком не бывает где разводят коз то люди обращаются через интернет в интернете самый распространенный способ купить что-то или продать это конечно же авито на авито продаются не только козы как вы уже наверное знаете но и вещи можно купить столы стиральные машинки собак кошек в общем все 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 когда вы открываете авито и пишите козы то вам предлагается очень много объявлений и цены абсолютно различные от 500 рублей до 100 тысяч рублей а то и выше и вот как вот в этом разнообразии предложений выбрать именно ту козу который вам подойдет что следует сразу же убрать от вашего внимания на чем следует заострить свое внимание чтобы лишнее времени не потратить чтобы не поехать другую область за животным потому что я понимаю что у всех время очень ограничено давайте попробуем разобраться вот открыли в объявлении на авито там сказано хорошие дойная коза допустим 5000 рублей дает четыре с половиной литра молока в сутки приезжайте купайте или же мы вам доставку можем организовать на что следует обратить внимание чтобы не попасться на удочку мошенников вы берете телефон звоните хозяину или человеку который предлагает животное за 5000 рублей и спрашивайте когда у вас утренние дойка когда у вас вечерние дойка хозяйка говорит что например дойка вечерние в 6 часов или утренние 8 утра говорить что к утренней я не успею мы приедем в 6 часов вечера сколько у вас животное дает за вечернюю дойку хозяйка говорит 2 литра хорошо возьмем при том условии если мы подоим козу вы спрашиваете также как какое у него в имя размеры сосков это очень обязательно потому что доить нужно правильно чтобы было доение щипком а именно во весь кулак кулаком если соглашаются тем с вашими условиями что вы будете доить животные сами и своими собственными глазами убедитесь что коза дает за вечернюю дойку именно 2 литра как вам его при обещали то тогда стоит поехать и посмотреть но для того чтобы все таки действительно не потерять вам время то очень важно чтобы в имя этой козы было правильной формы правильное время это время которое не висячие у которой соски 6 сантиметров если маленькие соски у козы тогда вам просто неудобно будет доить козу и доение у вас будет осуществляться не кулаком а именно щипком от доение щипком это неправильное доение соответственно будут все равно удое не такие как вам обещают то есть если маленькие неудобные соски и вот вам говорят что очень много молока то все равно доить вам будет неудобно вы будете быстро уставать и удое такой козы все-таки будут не такими большими как если время правильной формы если живыми висячие например вам скажут она висит то она может травмироваться при выпасе при прогулках может травмироваться либо об ножке козы либо от кустарники либо от ну смотря что она будет задевать этим выменем и соответственно такая коза может давать тоже не очень много молока хотя бывает исключение вот у меня моя зося любимая коза она очень такая хорошая дольная козочка она дает давала сейчас она уже пока беременна и ничего не дает давала очень много молока я помню когда приехала в хозяйство тоже созвонилась женщины я говорю мне вот нужна дольная коза которая будет давать ну где-то 4 литра в сутки она говорит прекрасно приезжайте у меня отличные козы сами подойти убедитесь увидите вот я приехала поняла что коза с висячим выменем новыми было такое полное полное коза стояла очень хорошо вот тоже важный фактор значит убедиться что коза хорошо дает молока столько сколько вам обещают при личном присутствии при личной дойке убедиться что коза хорошо стоит потому что если коза брыкается и к дойке не привыкшая то возможно что такая коза немного диковатая и вы не сможете ее приучить к доению для нее будет стрессом переезд к вам домой из своего привычного хозяйства тут еще она и у хозяйки стояла плохо и к вам приедет вообще не будет стоять на дойке что тоже может усугубить процесс доения соответственно и молока такой козы тоже ждать не приходится такое утро нашей любимой деревне каждый занимается своим делом фоня ты тоже загораешь сегодня прям очень тепло уже с утра ставлю козам только водичку курочек покормила в апреле будем чистить сарай полностью и готовить помещение к родам мои девочки будут рожать в конце апреля еще один фактор есть вы меня слабые то есть такое из которого подтекает молоко при ходьбе козочка гуляет пасется и вдруг вы замечаете что строить текут по ногам козы ну по траве вот и конечно же такое время есть хорошие то есть будете терять очень много молока у меня были такие козы со слабым вымем я старалась таких избавляться и второе противоположное слабому время есть время очень тугое который очень тяжело до есть такие усилия прям постоянно такое время тоже неудобно конечно же очень часто бывают маститы то есть вы не все сдаваете из того что вам трудно сдавить молоко смотрите именно то время которое вы легко подоили которое удобно именно вам при дойке вы не чувствуете никакого дискомфорта и останавливаетесь именно на выборе козы с таким вымем еще возраст козы конечно же играет большую роль когда вы разговариваете по телефону вы озвучиваете тот возраст который вам необходим ну скажем вы бы хотели купить это я сейчас говорю именно про дойную козу не про допустим молоденькую которая еще не рожала до продойную козу первая котку вам было бы интересно посмотреть вторая котку или же козь у которой уже рожала несколько раз конечно же вот с возрастом будет выбрать трудновато но все-таки есть один признак проверить возраст козы это зубы если зубы у козы хорошие то козочка быстренько разгрызет твердый корм и корм правильно будет перевариваться и поступать будет молоко в нужном количестве вымя соответственно удови у вас будут хорошие если же зубы у козы гнилые их тоже можно посмотреть открыть рот или ожидать что-нибудь тверденькое проживаясь то такая козочка не будет вас баловать хорошими удовольствием поэтому возраст козы тоже важен старая коза считается уже ну наверное после семи лет даже шесть лет пять лет уже нет смысла покупать потому что за год она к вам только привыкнет родит потомство и считать через два года надо будет как тоже от нее потихонечку избавляться потому что все-таки вкусное такое вот необыкновенное молоко который с такой вот обладает изюминкой это у коз более молодых ну скажем до семи до восьми лет дальше когда мне говорят что можно козу держать и 9 и 10 и 11 и 12 лет конечно можно но я бы не советовала лучше взять косточку помоложе например в таракотку чтобы она была привыкшая к дойке которая сама уже родила два раза конечно вы единственный момент не проверить у хозяйки не уточнить его как проходили роды козы потому что тоже важно как рожает ваше животное есть козы с проблемными родами но это конечно очень редко но все-таки попадается поэтому вот такой момент его конечно никак не проверишь а так все что я вам сейчас рассказала все это может быть указы с любой ценой можно козу продавать и за пять тысяч с такой именно ценой потому что все зависит от области приближенности к москве или же коза которые с документами или без документов если вам нужно просто хороший дойна коза не важно какой породы с документами она или без документов то выполняя все вот эти условия вы обязательно купить себе хорошую достойную козу если же вам нужна коза с хорошей родословной то конечно этого недостаточно конечно же если вы хотите приобрести породную козу с документами то здесь у вас получится намного больше затрат то есть хорошее животное не купишь за пять тысяч рублей иногда бывают такие ситуации конечно что люди по разным сложившимся могут продать породную козу но это очень редко в основном породное животное стоит прилично ну например хорошую дойную козу с документами породную вы не купите меньше чем за тридцать двадцать пять тысяч может быть за двадцать еще купите договоритесь смотря конечно какого хозяина нарветесь а так от двадцати и до ста и выше вот так стоят породные козы но не спешите с приобретением той или иной породы внимательно изучите пожалуйста характер этой породы подойдет ли она вам есть животные темпераментные есть менее темпераментные есть животные которые могут жить только в определенной местности поэтому все внимательно изучив тогда только склоняйтесь к определенной породе также при выборе козы необходимо учесть как она двигается как стоят у нее лопатки как у нее спина про прогнулась или нет то есть внимательно посмотреть неважно какая-то порода главное посмотреть несут улица лето коза это все можно увидеть отойдя от нее недалеко и внимательно присмотревшись к тому как она спасется если лопатки сильно выпирают при ходьбе то это не очень хороший признак такое животное будет не сильно пастись и может тоже не приносить много молока будет уставать при посьбе знала одну женщину у которой коза давала 6 литров молока представьте себе это очень много у такой козы были проблемы с позвоночником она плохо ходила и вообще не паслась и выми у нее было огромных огромных размеров потому что за раз она могла дать три с половиной литра представляете какой там выми и это коза у нее жила только в сарайке то есть никуда она не передвигалась на только кушала 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 и никуда не ходила и характер у нее был ужасный она не могла ужиться ни с одной козой на всех бодала она постоянно кричала постоянно нервничала и хозяйка в результате продавая эту козу которая такая была замечательная дойная с таким напористым характером то есть характер животного это тоже очень важно иногда просто не выдерживать нервы когда тебя животные постоянно донимают поэтому будьте внимательны смотрите чтобы вам коза подходила не только как она дается как она стоит это все конечно очень важно но и по характеру если коза будет постоянно кричать и не слушаться вас то если вы такой человек занятый любите получать больше удовольствия от хозяйства чем нежели терпеть какие-то там моменты да и вас там работа вам нужно чтобы все у вас слаженно было в хозяйстве то лучше такую козу конечно не приобретайте если живущий терпеливый человек вам не хватает в жизни веселых козьих капризных нравов то конечно покупайте такое животное и радуйтесь жизни вот еще у такой момент если вы пасете коз или не пасете коз кто-то хочет животных содержать только на маленьком приусадебном хозяйстве и траву подкашивать такое тоже есть содержание просто никогда их пасти с утра накосил он там тележку сена поставил к обеду еще подкосил пришел к вечеру подкосил сена там дал и козы не гуляют иногда просто даже бывает что нигде пасти коз такое тоже бывает то тогда вы можете посмотреть животные которые например можете взять в которых там спина немного прогнулась вот лопатки там как я уже говорила дефекты при ходьбе они сильно и сильно их видно со спины тогда вы можете взять и такую козу с висячим выменем тогда вам будет не проблемно если животное мало двигается вот все как бы решать вам еще обратите пожалуйста внимание при покупке новой козы дойный условия и содержание спросите у хозяев в каких условиях они содержатся есть зимнее содержание коз а есть в теплых сараях содержание то есть с отоплением если хозяева содержит коз с отоплением а у вас сарай не приспособлен к отоплению и вы там даже об этом и не думаете то тогда не покупайте коз в этом хозяйстве потому что козе будет очень сложно приспособиться к вашим условиям потому что она привыкла к тепле постоянно находиться у вас холодно и хороших удовев и тоже от нее возможно не дождетесь то есть постарайтесь уточнить все до малейших деталей также приехав в хозяйство если вас что-то смутило по телефону что-то не спросили запишите те вопросы которые у вас могут возникнуть при покупке и внимательно все взвесив посмотрев пообщавшись с животным как можно больше чтобы не провести то что вы не хотели делайте выводы правильные если же вы будете покупать и не первую козочку то постарайтесь заводить в своем хозяйство не одну козочку а две потому что те козы которые живут у вас обязательно будут обижать одну козочку вдвоем им будет легче приспособиться и возможно они не слишком сильно снизит удой потому что если вы приобретете одну козочку и она приедет в то хозяйство где ей будут не рады все будут ее обижать то удою такой козы очень сильно снизится не удивляйтесь потом что когда вы подоили у хозяйки там два литра сда или приехали к себе на утро встали а вам она не дает два литра дает литр или же еще меньше и в течение долгого времени она никак не может восстановиться и вы нервничаете и думаете что как же так она же столько давала может быть я что-то не то дело не так кормлю а все это потому что козочкой не привыкла и и там обижают потому что коз сожалению это очень сильно развита обижать своих сестричек которыми они вместе находятся поэтому постарайтесь купить две козочки если же у вас рогатые козы соответственно если берете камолых то их будет больше обижать постарайтесь брать тоже рогатых чтобы позиции были равны и если же в вашем хозяйстве камолы коза вы берете рогатых то тоже здесь может произойти что-то неопределенное лучше всего чтобы плавные были переходы это оставлять от своих коз потомство тогда все будут дружно общаться друг друга будет любить никто не будет друг друга обижать у них там будет целая иерархия кто когда куда идет конечно со временем все выровняется и при покупке новых коз но на все нужно время обычно она занимает где-то около года вот например привезли своего хозяйства новых коз и они долго будут не привыкать потому что отношения у них еще не стабилизируется с козочками как я уже говорила и и все выровняется только после окота вот когда козочка у вас окатилась тогда отношения с другими окружающими она уже отладит она уже будет чувствовать что она у себя в настоящем доме и стабилизирует вам тот удой который вы получали которые вы получили когда приехали в то хозяйство где вы купили козочку поэтому постарайтесь как-то вот это вот максимально сгладить чтобы они у вас быстрее привыкали утро в любимой деревне какая красота солнышко все гуляют петушок поет забрался козам на тачку с сеном смешной сколько же может стоить хорошая коза как видите цена может абсолютно разное все зависит от того какую козу нужно именно вам если вам понравились мои советы очень рада рада что вы меня смотрели до конца всем желаю купить отличную козу если вы живете в деревне не бойтесь покупайте получите массу удовольствия позитива а с вами была я юля любимая деревня всем добра мира радости и хорошего настроения пока пока